Девушки отдыхают Кельменки готовы. Завтра стартует фестиваль авторской песни. Службы до обеда исправили все неполадки. Причину аварии узнала наша съемочная группа. Во время утренней рабочей перевозки все было как обычно, но резко послышался грохот, рассказывает Светлана Устинова, водитель троллейбуса третьего маршрута. Она как раз подъезжала к остановке улицы Лихачева. Много времени не надо. Грохот, штанга сошла, провода упали. И на троллейбус, и за троллейбусом, и впереди троллейбуса. Я сразу ограждать. К счастью, люди не пострадали. Сам троллейбус тоже. Причиной разрыва кабелей оказалась несвоевременная их замена. Они давно отслужили свой век. Также оказалось, что правила техники безопасности попросту проигнорировали. В итоге движение троллейбуса в центре МИАСа парализовало, но маршрутных такси хватило, чтобы справиться с количеством пассажиров. Ремонтные работы начались сразу же и продлились несколько часов. Движение восстановили в обед. Расписание маршрута не изменено. В МИАСе дефицит врачей. Записаться на прием для многих проблема. Чтобы получить талон, необходимо отстоять огромную очередь. И не факт, что удастся попасть к врачу в тот же день. Какие специалисты крайне необходимы городу? Какие меры поддержки молодых медиков принимают в округе? Накануне это обсудили депутаты местного собрания. В больницах города острая нехватка врачей. Специалистов приглашают на работу прямо со студенческой скамьи. Даниил Тухватулин год назад пришел в городскую больницу на практику. А сейчас работает врачом в отделении онкологии. Рассказывает, для молодых специалистов разрабатывают новые программы поддержки. В течение первого года моей работы здесь у нас действовала программа по финансированию съема жилья. К сожалению, с января 2017 года эта программа перестала действовать. Но зато сейчас предлагают программу помощи при ипотечном кредитовании. То есть больница часть расходов берет на себя. Вопрос о привлечении молодых специалистов обсудили в собрании депутатов. Главврач одной из больниц МИАСа разрушил стереотип о низкой заработной плате медицинских работников. Ну по зарплате, да, смотрите, то есть сейчас, опять же, клише, да, врачи, медсестры, медсчета, но не такая уж плохая заработная плата. То есть вот 46 тысяч в среднем у врачей заработная плата, сейчас у медсестер 24, да, в тысячи. Тоже, в принципе, достойно. Рассматриваются и меры социальной поддержки для студентов в медакадемии и ординатуре. Это может быть стипендия или оплата жилья в Челябинске. Для тех, кто после окончания учебы вернется в МИАС, действует специальная программа. Третий момент, который тоже является предметом сегодняшнего разговора, это предоставление земельных участков врачам, медицинским работникам, которые приедут к нам в город, которые уже работают в здравоохранении на льготных условиях. Сейчас особенно требуются специалисты первичного звена, терапевты. По словам главного врача МИАСской городской больницы, большинство терапевтов уже достигли пенсионного возраста. Ирина Горностаева, Наталья Ходоковская, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Один против всех. В нескольких дворах по улице 8 марта с осени стоят шлагбаумы. Жители установили ограждение, потому что опасались за жизнь своих детей. Машины часто проезжали дворы насквозь на большой скорости. За установку шлагбаума голосовали 100% жильцов. Но недавно выяснилось, что у шлагбаума есть противник. Всего один, но ему удалось добиться визиты главы города. Вы город-администрацию год закатываете. Год закатываете. И они, знаете, что говорят? Год. Что он нас заколебал. Только из-за этого идут у вас на поводу. Я закон не нарушаю. Не шуточные страсти разгорелись на улице 8 марта. Причина – вот этот шлагбаум. Жители домов номер 128 и 132 страдали от проезжающих насквозь через их двор машин. И прошлой осенью установили сначала бетонные ограждения, а весной, по предписанию противопожарной службы, заменили их на шлагбаум. Впрочем, по поводу определения этого слова также возникли разногласия. Шлагбаум что ли называется? Это просто перегородка. Против шлагбаума только один человек. Мужчина жалуется, что к нему не приезжает скорая помощь. Другие жители с такой проблемой не сталкивались. Все люди ездят, все обходятся. Вот у нас получается, что в марте месяце три раза скорую вызывали. Никаких проблем. Я звоню, говорю, заезд с академика Павла. Они говорят, мы знаем. Пожалуйста, никаких проблем. Несогласный мужчина обратился к главе округа с просьбой проверить законность установки ограждения. Геннадий Васьков и его заместитель Александр Качев убедились. Документы в порядке. Шлагбаум согласован. Собственники двух домов за установку. Почему? Они за свой счет сделали проект. Согласовали данный проект в ГИБДД. Согласовали в станции скорой медицинской помощи. Согласовали в управление по делам гражданской обороны. С правовой точки зрения у них все правомерно. Данный шлагбаум установлен на земельном участке, который принадлежит собственникам. Чиновники предложили собственникам решить проблему мирно. Выдать несогласному гражданину ключи от шлагбаума. Но при условии, что он не будет открывать его без необходимости. Марьяна Развеева, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Пожарные спасли пенсионера. Огонь вспыхнул ночью в саду Урал-3 в одном из дачных домиков. Там находился 74-летний мужчина. Превышенные на место огнеборцы вошли в горящую постройку, чтобы его спасти. По версии владельцев садового участка, вот с этого холодильника и началась ночная история в саду Урал-3. Сейчас злополучный холодильный прибор вместе с обгоревшими элементами дачки валяются во дворе садового участка. А с самой же дачи остались лишь стены и окно. Их пожар пощадил. На момент возгорания в строении находился мужчина, но до приезда пожарных ему удалось эвакуироваться из горящего строения. На месте происшествия работали три автоцистерны. Пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадало строение и пострадал мужчина. С ожогами он был госпитализирован в городскую больницу номер два. На месте мы застали владелицу участка. От нее мы узнали, что сейчас с пожилым человеком все в порядке. Дедушка даже помогал пожарным тушить огонь, а потом и самостоятельно сел в машину скорой помощи, отделавшись лишь небольшими ожогами. Сотрудники пожарной охраны предостерегают. Будьте осторожны в обращении с огнем и внимательно присматривайтесь к старой технике. Она может стать причиной возгорания. Завершилась парусная регата на кубок Федора Конюхова. Вручать награды победителям приехал сам знаменитый путешественник. Он рассказал о своих планах и получил редкую награду. Как тут дети гоняются? Да никак, ветра нет. Известный путешественник и мореплаватель Федор Конюхов наблюдает за проведением детской парусной регаты, учрежденной в его честь. Сегодня заключительный день соревнований. Яхты практически не двигаются с места, но тургояке штиль. Опытные спортсмены немного расстроены. Первый день вроде бы дуло хорошо, а в остальные дни уже ветер стух. И гоняться не было смысла, неинтересно. Но на суше участникам соревнований скучать не пришлось. Для ребят были организованы интересные экскурсии и увлекательные квесты. С улыбкой рассказывает Мадвей Губанов. Недаром класс, в котором он выступает на регате, называется «Оптимист». Разгрузка была сначала. Мы яхты вытаскивали и ставили их на берег, чтобы потом выходить было легче. А потом ужин у нас был, и мы потом спать ложились. В соревнованиях приняли участие 104 юных спортсмена со всей России. Челябинскую область представили 46 человек. Награды победителям вручил лично Федор Филиппович. Впрочем, и он сам без медали не остался. Ему вручили редкую награду за вклад в развитие безопасности на воде. Это легендарная личность, которая сделала, наверное, как мне кажется, особый вклад в дело обеспечения безопасности, пропаганды, правильного нахождения на воде, пройдя пять океанов и не допустив ни одного аварийного случая. На пресс-конференции Федор Конюхов рассказал о планах будущих путешествий. Он хочет проплыть 9 тысяч километров вокруг Антарктиды, преодолев большой отрезок Южного океана. Чертежи весельной лодки для путешествий уже готовы. Строится судно будет целый год. У нас послану на следующий июнь месяц и построить, там, к августу тренироваться до конца августа, с сентября-октябрь везти в Тасманию. И 1 ноября 2018 стартовать. Расчеты путешествия за 220 дней обойду вокруг света, но весельные лодки были вокруг Антарктиды. Также в планах у Федора Филипповича погружение в Марианскую впадину. Однако путешественник рассказал, что, скорее всего, технологии позволят сделать это не раньше 2023 года. К Эльменке почти все готово. Уже завтра стартует долгожданный фестиваль авторской песни. Ежегодно на него приезжают тысячи гостей со всей страны. Чем запомнится Эльменка в этом году, узнала Марьяна Развеева. Подготовка к 41-му Эльменскому фестивалю идет полным ходом. Уже третий год фестиваль проводится на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Гости праздника, привыкшие проводить фестиваль на берегу Эльменского озера, жаловались, что на новом месте им не хватает водоема. И в этом году администрация «Солнечной долины» приготовила настоящий сюрприз. На территории уже был котлован. Его сделали глубже, наполнили водой, облагородили берег. И в этом году гости Эльменки смогут насладиться не только авторскими песнями, но и отдыхом на берегу Солнечного озера. Оно находится буквально в 300 метрах отсюда. А сейчас прямо за моей спиной происходит монтаж главной сцены фестиваля. А рядом со мной ивент-директор горнолыжного комплекса Геннадий Буданов. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что ждет гостей фестиваля? Ну, традиционно, да, Эльменский фестиваль, авторская песня, это, безусловно, барды, которые будут выступать у нас на главной сцене, которую мы сейчас с вами все увидели, да, и стоит прямо возле нас. И это такая лесная сцена, да, домашняя, умиротворенная больше сцена, да, которая находится традиционно также в палачном лагере, рядом уже, интересно, с жителями, да, нашего фестиваля. Из новинок в этом году у нас появился генеральный партнер, это компания «Росатом», и в связи с этим у нас появляется новый шатер, шатер Ю-235. Там также будет проходить своя авторская программа, будут различные тематические вечера, тоже, естественно, авторские, бардовские, ну, потому что весь фестиваль у нас такой. Думаю, что тоже площадка будет очень интересная. Ну и, конечно, к нам на мероприятие традиционно приезжает Олег Митяев, это его главное мероприятие, мы всегда его ждем на этом мероприятии. И в этом году мы с собой привозим некого хедлайнера, да, это Чиж Сергеевич, игроков, которого все также знают. Я думаю, что он отлично вольется в коллектив бардовской песни, и у него все получится. И нам этот фестиваль обязательно понравится. Ждем всех на Солоночной долине. Ильменский фестиваль откроется в пятницу, 9 июня, в 18 часов вечера, а закончится в воскресенье, в полдень. По традиции, кроме конкурсных сцен, здесь будет работать аллея мастеров. И, конечно же, будут доступны все услуги, которые предлагает горнолыжный комплекс. Добраться до Солнечной долины можно будет на общественном транспорте. На автобусах маршрутов вокзал Хребет и вокзал Атлян. Первый автобус выходит утром без 10.06, а последний вечером в половине девятого. Интервал движения 2-3 часа. Подробное расписание вы можете узнать на сайте администрации мяса в интернете. Приятных вам выходных. Встретимся на Эльменке. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обув.ру, а также в группе ВКонтакте телевидения мяса. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова